Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего разговора – книга второзакония, глава пятая этого сочинения. Как мы уже с вами знаем и разобрали этот момент, второзаконие – это книга, рассказывающая еще раз, второй раз о том, что является основным, самым важным, центральным во всем законе Моисеевом, во всем законе Божьем, который Бог сообщил Моисею на горе Хариф, на горе Синай. И в этом повествовании, как нам рассказывает фабула этого сочинения, Моисей и окружающий его Израиль, люди, вышедшие из Египта, пришедшие к границам Палестины, Моисей рассказывает им, готовым вступить на землю Ханаанскую, в Палестину, что есть самое главное и чего они должны помнить, обитая в этой обетованной, обещанной Богом земле. Глава пятая является довольно важной, а возможно и основной главой во всем второзаконии, потому что здесь находится центральный, известный, пожалуй, всем образованным людям нашей планеты, текст, который до сегодняшнего дня разучивается, цитируется, изучается всеми верующими и христианами, и иудеями. Речь идет о декологии и святословии, о тех самых десяти заповедях, которые излагает Бог Моисею. Моисей их фиксирует при помощи Божьей на двух скрижалях, на двух таблицах, и эти таблицы оказываются преподнесены Израилю, и в дальнейшем занимают очень важное место в культе израильском, а именно оказываются в ковчеге завета, помещаются в святой и святых храма, скини и так далее. И вот повестка нашего сегодняшнего разговора такова. Постараемся изучить смысл содержания пятой главы книги второзакония, и в этом помощником нашим, в наших усилиях, оказывается портал exeget.ru. Итак, читаем стих первой главы пятой книги второзакония. «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им, Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и вы учите их, и старайтесь исполнять их». Но вот в этом стихе излагается очень важное свойство книги второзакония. Книга второзакония – это книга, которая побуждает израильтянина ее выучить. Это есть учебный текст, излагающий в доходчивой форме самое важное из того, что связано с законом Моисеевым, законом Божьим. Поэтому призыв «выучите их, старайтесь исполнять их, эти заповеди», он очень понятен и он очень уместен. Обращаем внимание еще на очень важный момент, что нужно сделать Израилю, чтобы выучить и исполнять. Израилю нужно выслушать, Израилю нужно услышать. И этот акт, акт того, что люди, собранные вместе, что-то важное выслушивают, слушают, показывает нам возможное происхождение этого сочинения и его первоначальную функцию. Мы знаем, что со времен царя Иосии в храме Рослимском учреждаются такие регулярные ритуалы возобновления завета. И в ходе этого возобновления завета, книга второзакония, возможно, или целиком, или какая-то основная фундаментальная часть прочитывалась, и функция израильтянина, мужчины, была очень простая. Нужно было все это выслушать, потом дома выучить, и потом во всей своей жизни регулярно исполнять. Дорогие друзья, это очень загадочные стихи, стихи второй или третьей, и они являются настоящей проблемой каждого толкователя, экзегета по очень простой причине. Из повествования самой же книги второзакония, из того, что мы читали в главе второй и третьей, мы знаем очень важную вещь. Вышедшие из Египта взрослые мужчины, взрослые люди совершили грех у города Кадиш-Барне. Это был грех страха, малодушия, трусости. И после этого они были обречены развернуться обратно и уйти из города, который был такими воротами в Палестину, и странствовать очень долгое время по пустыне в Синае. В ходе этого странствования, как мы читаем во второзаконии, рука Божья была на этих людях, и итогом этого пребывания Бога рядом было то, что все мужчины, они скончались, и к Муаву, к Зайорданию подошло уже другое поколение. Это либо дети, родившиеся в ходе странствования в пустыне, либо дети, которые были, точнее, дети выросшие, которые были детьми, в ходе того самого страха у Кадиш-Барне, о котором возвещает нам книга в Трессаконии. Иначе говоря, написано здесь, «Не с отцами вашими поставил Господь завет, но с нами, которые здесь сегодня все живы». Этот стих странный, потому что, по идее, все эти люди должны были скончаться. Как же нам понимать этот стих? Ну, есть такие основные версии, которые практикуются при толковании этого стиха. Первый вариант. Действительно имеются в виду дети. Дети, они за свой страх не отвечают, они свои эмоции контролируют с трудом, поэтому они невиновны в том, что они, как их отцы, испугались у Кадиш-Барне, и поэтому они дожили до сегодняшнего, вот, описываемого дня, и они входят в Ханан, в Палестину. Другой смысл, другое толкование этого стиха следующее. Как будто бы автор второзакония говорит, обращаясь к нам, имеются в виду именно все, читающие этот текст. И именно все, читающие этот текст, являются теми, с кем Бог заключает договор, завет. Как будто бы Синай, он как будто бы воссоздается, заново осуществляется в жизни каждого поколения, каждого читателя этого текста. Ну, или другой вариант. Вариант, предлагаемый учеными, комментаторами, исследователями, он простой. На самом деле, имеем мы дело здесь с разными традициями. И в традиции одной путешествие было долгим, проблематичным, и действительно, поколение первое все скончалось, вымерло. Другая традиция описывает нам, как вот видно в этих стихах, более скорое путешествие из Египта в Израиль. В течение одного поколения оно состоялось, и те, кто были участниками завета у горы Хориф или Синай, оказываются здесь при входе в Ханаан и слушают то, что Моисей еще раз излагает им заново самое важное в законе Моисеевым. Читаем дальше. «Лицом к лесу говорил Господь с вами на горе и среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы предсказать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору». Описывается очень доходчиво, очень ясно положение Моисея как пророка. Моисей действительно является пророком, посредником между Богом и его народом. Вообще в Писании Ветхого Завета есть очень такая правильная, очень хорошая мысль о том, что страшно оказаться возле Бога Живого. Это присутствие около Бога означает, как правило, смерть для человека, потому что невозможно быть около Бога и выжить. В этом отношении нужны посредники, нужны кадатые, нужны те, кто с Богом общается, этого не боится, это может перенести. И в дальнейшем мысли Бога эти люди могут сообщить и своему народу. В Библии называются они, эти люди, пророки. И Моисей является таким образцовым, настоящим, таким полноценным, стандартным, из энциклопедии, скажем так, пророком Божиим. И после этого маленького вступления, рассказывающего о том, как они оказались здесь, и что и Моисей прежде сказал, и как все это обстояло, начинается самое главное, начинается изложение тех десяти слов или десяти заповедей, которые называются в современной традиции богословской деколог. Итак, читаем эти заповеди. Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Ну, вообще есть традиция делить эти стихи на разные группы и выделяют стихи, точнее заповеди, касающиеся отношений человека и Бога и касающиеся отношений человека и человека. Но заметим, что деление все это довольно условное, потому что в разных традициях и в христианских по-разному и в иудаизме тоже отдельно, особенно считаются и группируются эти заповеди. Например, то, что мы читали с вами, по идее это не заповедь, по идее это то, что Бог, участник этого договора, представляется, как будто бы рассказывает о том, что я тот самый, который тебя вывел из Египта, из дома рабства, и вот я тот самый Бог с тобой заключаю договор Елизавет. Но в традиции иудейской это есть первая заповедь, ее начало. Потому что признание в Боге того самого, который спас Израиль, и ты с ним сейчас все еще имеешь дело, это есть довольно важная обязанность, это очень важный долг, это осмыслять, проговаривать, принимать для каждого израильтянина. Еще очень важное замечание, комментарий. Почему было две скрижали? И обычно отвечают так, два типа заповедей, для них есть две разные скрижали, две разные доски. Первая скрижаль – каменная доска для заповедей между Богом и человеком, правила отношения человека к Богу, и это есть такая отдельная скрижаль, отдельная таблица, доска. Другая скрижаль посвящена заповедям такого социального этического толка. Но есть и другое толкование, остроумное – это ведь договор, а в договоре есть всегда два экземпляра. Экземпляр дается один стороне одной, другой экземпляр дается стороне иной, участвующей в этом подписании этого договора. И тогда получается, что одни и те же слова были написаны на двух досках, и, условно говоря, одна доска шла к Израилю, другая духовно относилась и как будто бы была для Бога предназначена. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Это есть общепринятая в традиции христианской первая заповедь. Но заповедь – это касается чего? Сейчас мы понимаем ее так, что это ей заповедь, рассказывающая нам о том, что Бог один и Бог един. Вот это заповедь о монотеизме, о том, что других богов нет в природе, никаких ни Астарт, ни Ваалов, ни Хамошев, ни Зексов и так далее. Но, как пишут комментаторы, конечно же, понимание единобожие развивалось в Израиле, и изначально все не было так просто и однозначно. Изначально действительно было такое понимание, что у каждого бога, возможно, есть свой народ, или, иначе говоря, у каждого народа есть свое божество. И вот эти отношения являются такими прочными, несокрушимыми. И тогда, когда воюют народы, как будто бы выясняется, какой бог является более мощным и более влиятельным. И как будто бы бог говорит, ну хорошо, вас не переубедить, вы в этом неправильном понимании укоренены. Допустим, пускай будет так. Так вот, если так, то для ваших детей, для вашего народа, для тебя, Израиль, лишь я являюсь богом и господином и покровителем. С другими богами, есть они или их нету, вам контактировать нельзя, потому что не будет, пускай у тебя, других богов пред лицом моим. Это была первая заповедь. Читаем дальше. Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов, наказывающие детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящие милость до тысячи родов, любящие меня и соблюдающие заповеди мои. Это вот такая пространная заповедь, вторая по своему порядковому номеру, где есть и положение, которое нужно помнить и не нарушать, а также есть объяснение или мотивация или рассказ о том, почему все-таки нарушать ее не стоит, эту самую заповедь. Ну, какой смысл, дорогие друзья, этого второго слова, второй заповеди? Смысл такой. В древнем мире все понимали, для всех была очевидна такая вещь. У Бога должно быть визуальное изображение. Какая-то статуя, какой-то камень, какое-то дерево, какая-то скульптура, какое-то изображение. И весь мир наш наполнен разными духовными существами. Они живут на небе. Это Бог, это боги, это такие династии божеств. Там есть какие-то ангелы, небесные существа. На земле есть разные очень такие вызывающие уважение существа. Быки, например, или львы. Для кого-то крокодилы оказывались такими вызывающими почтениями существами. Ну и, наконец, ниже земли было, во-первых, был океан. Там тоже были разные чудовища, левиафаны, бегемоты и прочее. И, короче, все древние народы, включая и евреев тоже, любили богов своих изображать. Это была такая общепринятая и нам всем понятная склонность или желание увидеть визуально, понимать своими глазами того, к кому обращены твои молитвы, подношения и так далее. И, конечно же, люди были не глупее нас и понимали, что камень, изображающий Бога, это не Бог. И статуя, которая Бога вроде бы описывает, вроде бы его изображает, это тоже не Бог. И наши молитвы, которые обращены к этому камню, они как будто бы переадресуются, обращаются на небеса. Так вот, в этом отношении, в этом мире вторая заповедь звучала очень революционно. А у вас, дорогой Израиль, так быть не может. Любые ритуальные изображения, статуи, рисунки, камни у вас не могут существовать. Причина этого очень понятна. Прекратить любой обмен идеями, любой трафик религиозных представлений между Израилем и прочими народами. С тем, чтобы не заразить такую, вроде бы, примитивную, такую простую веру Израиля, лишенную должной мифологии, лишенную нормальной визуальности. Но чтобы ее сохранить от гораздо более богатых мифологические и культурно, и визуально, и исторически более древних религиозных традиций. И должно быть никакого обмена вот именно на этом уровне. Обмена на уровне культуры, культурных стандартов, визуальных образцов и так далее. У вас этого быть не может. Почему не может? А потому что точно однажды, когда вы сделаете статую Бога Яхве, ну это будет, вероятно, образ такого быка, могучего, доброго, трудолюбивого, нехищника, травоядного, такого хорошего существа. Потому что ваши молитвы у кого-то уж точно будут обращены именно к этой статуе, а так быть не может. Ну и наконец, ну какой же Бог бык? Бог это не бык, и в образе быка его изображать не совсем благочестиво, как и в образе человека, как и в образе ангела, как и в любом другом образе. Потому что каждое из этих вот визуальных средств будет для Бога тюрьмой и чем-то ограничивающим его великолепие, его могущество и так далее. Ну и мотивация тоже тут изложена, и она, как правило, вызывает смущение у людей, потому что, как выясняется здесь, как будто Бог таким выступает мстителем существом, который наказывает внуков или детей за вину, а даже написано правнуков, четвертый род, за вину не свою, а за вину своего прадедушки, дедушки или отца. Как же нам, дорогие друзья, понять смысл, христианский смысл, новозаветный смысл этой мотивации? Ну, опять же, у толкователя Писания есть ряд аргументов, помогающий нам всем принять эти стихи как добрые, благие, боговдохновенные стихи. Ну, во-первых, первое такое объяснение. В этом описании третий род, четвертый род, второй род или сам автор этого действия на самом деле описывается нормальная древневосточная семья, собиравшаяся вместе, во голове собрания был патриарх, отец, либо дед, либо прадед, и именно этот человек при участии своей семьи совершал религиозные, ритуальные действия. Поэтому получается, что наказываются богом лишь те, кто участвуют вот в этом действии, а больше никто не наказывается. Дальше еще есть объяснение суровости этой заповеди. На самом деле, бог никого тут не приклинает, бог никого не обрекает на незаслуженные страдания и кару. Бог всего лишь описывает то, как устроена жизнь человека, а устроена она вот таким вот, не самым справедливым образом, таким, что поступающий дурно, живущий грязно, имеющий нечестивую жизнь отец, дед или прадед, ну, влияет, ну, это факт, влияет негативным образом на свое потомство, как будто бы дает им неблагоприятный, плохой, такой невеселый старт для их жизни. Вот так вот. Поэтому всего лишь в этой заповеди описывается, как устроена жизнь. Не поступай плохо, о, израильтяне, потому что из-за твоего плохого жития, плохой жизни, пострадают невинные люди, дети, внуки или правнуки. Ну, и еще одна очень важная мысль такова. Давайте сравним числа, которые используются здесь. И так выясняется, что бог кого-то наказывает до третьего и четвертого рода, но бог благословляет немотивированно потомков тех, кто его любит и его заповеди соблюдает до тысячного рода. Итак, вот у нас есть два ряда цифр. Первый ряд число 3, 4, 3 либо 4, второе число 1000. И как эти цифры друг с другом относятся, сопоставимы? Наверное, они не сопоставимы. Наверное, число 1000 гораздо, гораздо, несравненно больше числа 3, так же, как великодушие, милосердие и любовь Бога превосходят желание праведного Бога того, чтобы правосудие и правда совершилось. То есть, Бог несравненно более великодушен и милостив, чем он склонен к совершению праведного суда и наказанию преступника, либо сына преступника. Читаем дальше. Заповедь 3 начинается. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь Бог твое без наказания того, кто употребит имя его напрасно. Ну, дорогие друзья, в нашем таком православном обиходе, в наше время, как правило, смысл заповеди этой понимается таким образом. Не нужно злоупотреблять Божьим именем. То есть, нельзя его использовать в поговорках, в анекдотах, в ругательствах и так далее. Как правило, у нормального человека, живущего нормальной, хорошей жизнью, других никаких ассоциаций с заповедью не возникает. Однако в истории существования Божьего народа заповедь 3 понималась разнообразно, и другие были более древние слои понимания этого третьего Божьего слова. Итак, какие же слои? Ну, вот, например, в древности были распространены клятвы с использованием Божьего имени. Клятвы. Я обещаю, что я буду завтра на рынке, куплю у тебя такой-то товар, клянусь, и дальше возникает перечень святынь, святых мест, имен божеств и так далее. И как будто бы этим привлечением имени Божества, помещением этого имени в твое обещание, как будто бы статус этих слов повышается. Еще одно применение этого слова таково. Нельзя использовать имя Бога или название, именование Бога в очень нехорошие вещи, существующие и до ныне, и в наше время, а именно разного рода заговоры, ворожба, магические обряды и так далее. В древности это было популярно, и в этом отношении нельзя имя Бога использовать. А какое такое имя Бога? Вот что за имя Бога тут имеется в виду? Может быть, слово Господь, может быть, слово Бог, или Вседержитель, или Господин. Что тут имеется в виду? И вот тут, дорогие друзья, без комментариев специалиста или какого-то хорошего комментария, написанного вот на бумаге, нам не обойтись. Итак, тут имеется в виду то самое имя, личное имя Бога, которое Бог дал Моисею, разговаривая с ним из горящего куста, из среды, из так называемой неопалимой купины. Вот помните этот самый диалог, написанного в книге «Исход». Бог говорит, иди, Моисей, в Египет, там мой народ страдает, нужно их спасти из плена, из рабства. Иди и делай все это. А Моисей спрашивает Бога, ну я приду, хорошо, я скажу, что меня послал Бог. А меня спросят, а как имя того Бога, который тебя послал? Что я им скажу? И Бог тогда дает Моисею свое имя, открывает, как его, условно говоря, зовут. Это так называемый тетраграмматон, четырехбуквия, священные четырехбуквия. Как это имя звучит? Увы, мы этого не знаем. Точнее так, мы знаем согласные, которые имеются в этом имени. Они таковы. Йод, Хэ, Вав, Хэ. По-русски Й, Х, В, Хэ. Й, Х, В, Хэ. Вот мы знаем основу, четырехбуквы, являющиеся основой этого имени. О гласных мы не знаем, потому что евреи, движимые желанием исполнить эту самую Божью третью заповедь, старались избегать это имя, присносить, использовать в своей жизни. А как это имя сейчас звучит, мы не знаем. Потому что, когда возникла система огласовок, когда каждый согласный начали представляться разные точечки, значки, крючочки, обозначающие гласные, вот тогда уже точно звучание этого имени никому не было известно. Когда же переписчики, евреи, жившие в седьмом, восьмом, девятом веке новой эры, решили оголосовать эти согласные буквы, то они пошли по такому пути. Взяли одно из имен Бога Адонай и поставили гласные из этого слова, из этого неличного имени Божьего, в священные четыре буквы. Е, Х, В, Хэ. Почему так было сделано? Ну, в основном потому, что подсказать нужно было читателю, читающему текст вслух, либо про себя, что не стоит, не надо прочитывать эти четыре буквы, а нужно заменять это личное имя Бога словом Адонай. И в этом отношении это была подсказка правильного чтения. В дальнейшем же в европейских переводах 17-18 веков появилось прямое прочтение этого имени, учитывая имеющиеся согласные и гласные. И в итоге появилось что-то похожее на знакомое нам Иегова. Так вот, дорогие друзья, теперь мы знаем, что слово Иегова, личное имя Бога Иегова, является искусственным образованием, где присутствуют согласные одного имени, а гласные другого слова совершенно. И в этом отношении утверждение иеговистов о том, что им известно имя Бога, являются ненаучными и немножко смешными. Читаем дальше. Заповедь четвертая. Помни день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. День седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай в оной никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, а раба твоя, и раба твоя, и осел твой, как и ты. Помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокую. Потому и повелела тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний и свято хранить его. Вот заповедь четвертая, самая объемная. Она состоит у нас из четырех стихов, где есть тоже и постановление, и обоснование того, почему это здравое, хорошее и нужное к исполнению постановление. Итак, дорогие друзья, о чем говорит нам это заповедь? В наше время спроси каждого православного о смысле этого слова, и он скажет, это о том, чтобы посещать храм Господень в воскресенье. И будет он отчасти прав, потому что заповедь о субботе частично, в том числе, говорит еще и об этом, о том, что должен быть особый день, не все дни одинаковые, есть разные дни, есть твои дни, а есть не твой день, день Божий. И он называется здесь день субботний или суббота. И вот нужно его посвящать, отделять, уделять Богу, и ничего в этот день такого не делать, не трудиться, не творить, не созидать, не покупать, не продавать, не зарабатывать, не эксплуатировать. И это правило касается всех живых существ, которые будут жить в Ханане, в Палестине. И в этом отношении, дорогие друзья, это есть очередная революционная заповедь. Потому что древний мир не знал понятия семидневки, не было знакомым понятия дня отдыха или по-нашему выходной жителю древнего мира. Потому что люди свободные, живущие как свободные люди, обладающие капиталом, могли не работать всегда. И для них все дни были, получается, суббота. А другие люди, либо рабы, либо бедняки, должны были работать всегда, потому что иначе себя не обеспечить, потому что иначе ты будешь тратить впустую, вроде бы, часть твоего времени. И вот в этом мироздании, в этой цивилизации звучит постановление «Есть семь дней, это есть неделя, год состоит из недель, жизнь состоит из недель, и в этой неделе шесть дней твои, и один день не твой». День покоя, день отдыха, день, который уделен Богу и косвенно твоим семейным, эмоциональным, личным делам. О чем эта заповедь еще возвещает? Ну, например, не все замечают, не все понимают, что это есть две заповеди в одном. Ну, смысл первой или одну из двух заповедей мы уже проговорили, это день седьмой не для работы, а для Бога. Но другая часть заповедей этой возвещает нечто неожиданное. Оказывается, надо шесть дней из семи работать очень интенсивно, чтобы все успеть, не лениться, не тратить время впустую, не прохлаждаться, а истово работать шесть дней из семи. И в этом отношении заповедь о субботе учит нас трудолюбию, учит нас тому, чтобы в свое время заниматься своим уместным для всего этого делом. Как же эта заповедь, дорогие друзья, обосновывается? Ну, есть обоснование во второзаконе и есть обоснование в другом месте с декологом исход глава двадцатая и эти объяснения они разнятся. В исходе так объясняется заповедь о субботе. Дескать, сам Бог творил мир таким образом. Шесть дней трудился, день седьмой не трудился. И в этом отношении мы должны подражать режиму Божьего труда, режиму Божьей жизни. Во второзаконе другое объяснение, читаемое здесь, указывается на то, что вы раньше были рабами в Египте, но получили свободу. И как у свободных людей у вас появилось право, у вас появилась возможность один день ничего не делать. В этом проявляется ваша свободная природа. Природа народа, который не чей-то, а который Божий, то есть народ свободный. Заметим и последнее, дорогие друзья, насколько по-современному экологично звучит эта заповедь, потому что здесь обозначены детально разные категории существ, которые могли бы работать вместо израильтянина, но нет, тоже работать им нельзя. Тут указаны, видите, скоты, валы, ослы, и рабы указаны здесь, и невольники, и те, кто пришелец, то есть иноземец, оказался твоим соседом в этой земле, их тоже, о, еврей, не эксплуатируй, не пытайся сделать из них всех рабов твоего раздутого, твоего кровожадного и насытного чрева. Читаем дальше. Начинается блок, называемый условно заповеди, связанные с социальными делами, с этикой. Но, конечно же, дорогие друзья, это деление условно, потому что по учению библейскому нормальная этика коренится в нормальном богословии. И наоборот, нормальное правильное богословие как будто бы делает возможным, генерирует нормальную этику. Заповедь пятая начинается с самого важного с почтения к своим родителям. Итак, читаем стих шестнадцатый. Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои и чтобы хорошо было тебе на той земле, которую Господь, Бог твой дает тебе. И вот знакомая нам заповедь и верующим и неверующим, которая, как кажется, нашим современникам учит нас уважать своих родителей, звонить им, подарки им дарить, поздравлять их с праздниками и так далее. И опять же, повторю сказанное выше, эта заповедь еще и об этом тоже. То есть она учит нас тому, чтобы всегда иметь своих родителей как важную часть своей жизни, вне зависимости от того, нуждаемся мы в них или не нуждаемся, маленькие мы или уже большие и самодостаточные. Но в этой заповеди есть древнейший такой исконный пласт, который, впрочем, забывать и до ныне нам не стоит. Итак, почитай отца твоего и мать твою, надо понимать так. Корми папу и маму. Содержи их до конца их дней, хотя однажды поймешь, что от них выгоды никакой, а одни расходы, но все равно надо их кормить, то есть выражать в этом свое почитание по отношению к ним. И, конечно же, изумительная и убедительная и безупречная мотивация предложена здесь нам, когда речь идет о заповеди, о почитании отца и матери. Ты продлеваешь их жизни, и поэтому твои дни тоже продлеваются, потому что твои дети тоже тебя кормят, выражают в этом почитание по отношению к тебе. А потом начинается у нас, дорогие друзья, цикл из четырех заповедей. Вот, там они даже соединены таким вот союзом И, там, или по-брески В, потому что на самом деле здесь имеется в виду нечто взаимосвязанное. Нарушение одной из этих заповедей влечет за собой нарушение и прочих этих заповедей. Вот сейчас мы об этом убедимся. Итак, заповедь шестая «Не убивай». В наше время, новозаветное время понимаем ее таким радикальным и прямолинейным и даже буквалистским образом. «Мы никого не должны лишать жизни». Никого, никогда, нигде. И в этом мы совершенно правы, потому что учение Евангелия о ненасилии, о неубийстве, оно довольно сформулировано однозначно и категорично. Впрочем, в ветхозаветное время смысл ее был более такой детализированный, что ли, или уточненный. Имеется в виду здесь, и об этом говорит особый глагол, который тут используется «Не делай никакого незаконного убийства». То есть есть законные убийства по Ветхому Завету и есть незаконные убийства. Законным убийством является убийство на войне, убийство при каком-то судебном решении, когда приговор нужно привести в исполнение и кого-то лишить жизни. Это не называется «неубий», а «неубий», когда ты кого-то пытаешься отравить, из-под тяжка убить, лишить незаконно жизни человека. И вот об этом «неубий» мы читаем здесь. Замечу, что смысл современный опирается на смысл древний, развивает какие-то вложенные Богом изначально смыслы в этот закон, в эту заповедь. Заповедь шестая. Не прелюбодействуй, да, не прелюбодействуй. Смысл изначальный был таков. Не вступай в интимные взаимоотношения с женой другого еврея, с женой другого израильтянина. И нам этот смысл понятен, потому что иначе при нарушении этой заповеди возникает нездоровое общество, токсичное общество, где мужчины друг другу не доверяют, где они разрываются от своей ревности, подозрений, от того, что действительно много женщин обманывают своих мужей. Чтобы этого не было, чтобы жизни в Ханаане была бы ровная, спокойная, гармоничная, умиротворенная, ей заповедь обращенная, замечу, к мужчине еврею. Ты, мужчина еврей, не вступай в незаконные отношения, интимные, сексуальные, с женой другого израильтянина. В дальнейшем смысл заповеди развивался, уточнялся, детализировался. В настоящее время в церковном контексте торжествует опять же такое прямолинейное и радикальное и такое строгое толкование этой заповеди. Прелюбодеяние понимается, как любая интимная жизнь вне брака. То есть до брака, покуда брака еще нет, вне брака, когда брак уже есть, но ты имеешь связь с другой женщиной и она не твоя жена. И после брака, когда брак прервался, как будто бы он окончился, это бывает из-за развода, из-за кончения супруга, вдовства и прочее. В этом случае тоже возобновление сексуальной жизни возможно лишь с вступлением в новый законный брак. И это толкование является правым, правильным, уместным и здоровым, потому что оно позволяет избежать христианину кучи разных осложнений, неприятностей, сюда можно отнести и болезни, и несчастных детей, и, например, убийство в виде аборта, потому что, конечно же, ребенок незапланированный, получившийся в результате прелюбодеяния, имеет много шансов быть убитым по согласию своих родителей, папы и мамы. Дальше, не кради. Смысл древнейший был такой, не ворой других людей, не ворой чужих детей. Но в дальнейшем смысл обобщался, абстрагировался, смысл этой заповеди, и сейчас мы понимаем эту заповедь как воздержание от того, чтобы брать чужое, не свое. Своё берем, чужое мы не берем. Дальше, заповедь у нас девятая. Не произноси ложного свидетельства на ближнего того его. Иначе говоря, как понимаем мы сейчас, не ври, не лги, не провоцируй круговорот интриг, сплетен, какого-то вранья в окружающем тебя обществе, потому что все это лишает общества нормального, здорового, жития. Сюда можно отнести и тех, кто работает в разных фейк-ньюс агентствах, которые провоцируют какое-то напряжение, вражду, создавая выдуманные лживые новости. Это вот горе нашего времени. Участники этого движения, создатели фейк-ньюс, нарушают Божью заповедь. Это делать, друзья, очень опасно, потому что заповедь это говорит не лги, не ври. Смысл лжедревний этого слова был такой. Не выступай в суде как лжесвидетель, как ложный, как говорящий неправду свидетель, потому что однажды цена твоего вранья может быть очень велика лишение жизни, лишение имущества того, кто этого не заслуживает, невинно осужденного человека. И последняя заповедь, десятая, самая новозаветная, потому что касается она не действий, не поступков, а самих эмоций, самого чувства человека. Касается она желания. Итак, 21 стих глава 5 книги Второзакония. Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вала его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, что есть у ближнего твоего. Ну, сейчас толкует заповедь это традиционно таким образом не завидуй, не будь человеком, кто является охваченным, захваченным вот постоянным рассуждением о том, как хорошо у соседа и как плохо у тебя. И надо сказать, что смысл изначальный, видимо, был такой же. Не будь захваченным, плененным не своей жизнью. Живи своей жизнью. У тебя есть какое-то уже что-то у тебя есть, семья, имущество, дети. И делай все это Эдемом, потому что не замечая свое, не ценя свое, живя чужими историями, ты превращаешь свое, свой сад, свое имение в настоящий пустырь. А Бог призывает тебя превратить твое поле в сад и Эдем. Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе и среды огня облака и мрака и буря громогласная. И более не говорил и написал их на двух каменных скрижалях и дал их мне. Вот заканчивается сюжет, посвященный декологу. Моисей как будто бы говорит, как это все оказалось, сказанное устно, записанным на камне, на скрижалях и дано Моисею. И когда вы услышали глаз и среды мрака и гора горела огнем, то вы подошли ко мне все, все начальники колен ваших и старейшины ваши и сказали, вот, показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое, и глаз его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать, ибо великий огонь сей пожрет нас. Если мы еще услышим глаз Господа Бога нашего, то умрем. Ибо если какая плоть, которая услышала бы глаз Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась бы жива, приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш и предсказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш, и мы будем слушать и исполнять. Вот еще раз повторяется мысль, мы начинали с разбора подобных рассуждений в начале главы пятой, изъясняется одна очевидная вещь, очевидная всем людям Ветхого Завета. Невозможно быть около Бога, невозможно говорить с Богом, его видеть тем более, и остаться в живых, потому что мы и Бог это есть нечто несоизмеримое, как не знаю, как удобно и капелька воды, как вулкан и какая-то маленькая букашечка, потому что это вещи несопоставимые. И чтобы нам всем не было худо от всего этого, то ты, Моисей, Божий друг, Божий слуга, Божий избранник, вот ты и говори с ним, как наш посредник, как медиатор во взаимоотношениях Бога и его народа Израиля. И в принципе и Бог, и Моисей подтверждают правомощность и законность всех этих рассуждений. «И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь, слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе. Все, что они говорили, это хорошо. О, если бы сердце их было таково, чтобы бояться и меня и соблюдать все заповеди мои во все дни их жизни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Вот Бог подтверждает то, что слова их резонны, их опасения они обоснованы и говорит, их слова хороши, но хорошо было бы, чтобы и сама жизнь их соответствовала их пониманию Бога, как того, который бесконечно праведен и требует праведности от каждого человека». «Поиди скажи им, возвратитесь в свои шатры, и ты здесь оставайся со мною, а я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которые ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение». Их отправь, такие слова Бога, а сам слушай меня, и я продолжу рассказ о том, как нужно понимать эти заповеди в разных ситуациях жизни человека. А ситуации бывают разные. Бывают браки, бывают разводы, бывают купля, бывают продажи, бывают мир, бывают война, бывают многодетность, бывают бездетность, бывают болезни, бывают разные неприятности, связанные с гигиеной и прочее. Как это все понимать, как применять эти заповеди Божьи в этих деталях жизненных, об этом и повествуют, и рассказывают весь оставшаяся, вся целокопность закона Моисеева. И вот как будто бы здесь Бог желает уточнить, детализировать, что Он хочет от Израиля, учитывая то, что Израиль знает о сказанных, об озвученных Богом десяти заповедях. «Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш, не уклоняйтесь ни вправо, ни влево, не ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы, и хорошо было вам, и прожили многое времени на той земле, которую получите во владение». В стихе 33 и вот выше повторяется одна очень важная мысль, знакомая второзаконию в целом. Зачем нужен закон? Затем, чтобы вам с ним было бы хорошо. Чтобы вашу жизнь осложнить, сделать ее какой-то тяжелой, сухой, регламентированной, заритуализированной. Нет, нет, нет. Господствует такое правило. Не вы живете, чтобы правила Божьи исполнять. Наоборот, правила Божьи исполняйте, для того, чтобы жить хорошей, полноценной жизнью на земле, которую Бог дает вам. Дорогие друзья, глава пятая, видимо, самая важная на книге Второзакония. Мы ее прочитали, прокомментировали. Портал экзегет.ру нам в этом помог. И мы заканчиваем комментирование этой главы. Всего хорошего. До свидания. Дорогие. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok